Сейчас самое главное, надо включить запись сегодняшнего вебинара. Итак, еще раз повторю, наш вебинар будет сегодня посвящен библиотечным квестам. Что это такое, для чего они создаются, ну и как с помощью различных информационных технологий можно создать интересное библиотечное мероприятие в формате квеста. Вообще, квест изначально был один из жанров компьютерных игр, который представлял собой такую интерактивную историю с главным героем, которым управляют игрок. И важнейшими элементами игры здесь было обследование мира и решение различных головоломок и задач, которые позволяли переходить с одного уровня на другой. Сегодня уже квесты перестали быть частью только компьютерных игр, их проводят различные организации, есть целые специальные квест-центры, которые именно на таких играх специализируются. Ну, вот в том числе и культурные, образовательные учреждения тоже очень любят такие мероприятия проводить. Традиционный квест – это такая развлекательная игра для нескольких человек или для нескольких команд. Как правило, проводят ее в специально отведенном помещении. И задача игроков – разгадать различные задачи, головоломки, ответить на сложные вопросы, используя эрудицию, подсказки и различные волшебные предметы, которые помогают в этом. В квест-индустрии уже выработалось целый список жанров, собственно, квест-мероприятий, вот некоторые из них. Но первый вид – это escape room, то есть по-другому – это задача выбраться из комнаты. Команда оказывается закрытой в помещении, используя многочисленные подсказки и различные другие вспомогательные средства и предметы, которые еще нужно найти перед этим. Участники за какое-то ограниченное время должны выбраться из комнаты, как правило, один час. В таком формате, я знаю, проводили часто библиотечные квесты, например, во время библионочи, когда команда оказывалась, например, в хранении или в читальном зале и пыталась выбраться из этой комнаты, используя разные подсказки. Традиционный вариант – так называемый живой квест, квест в реальности. Здесь не обязательно искать ниоткуда выход. Здесь игроки должны по сценарию выполнить какую-нибудь задачу. Сценарии могут быть самые фантастические. Можно спасать вселенную, завоевывать кольцо всевластия, защищать мир от темных сил. Но традиционный сценарий – это какой-нибудь детективный сюжет. Например, поиск сокровищ, артефактов, какое-нибудь детективное расследование и так далее. Самый распространенный вариант квеста проходит как в стенах библиотеки, так и можно выйти в город и по городу путешествовать, выполняя задания этого квеста. Дальше. Квест «Перфоманс». Этот жанр подразумевает, что кроме участников еще есть актеры, которые помогают участникам выполнять задачи, дают им подсказки, если нужно, и направляют квест в ту или иную сторону. Как правило, такие квесты проходят в детских библиотеках. Традиционное путешествие по станциям они напоминают. То есть игроки переходят с одной станции на другую, с одного помещения в другое. Там их встречают разные сказочные персонажи, которые дают задания, загадывают загадки и так далее. Извините, пожалуйста, сегодня немножко с голосом проблемы. Дальше игра «Экшн». Спортивный квест по-другому. В этом жанре можно совмещать. На почту не приходят письма о вебинарах, приглашения по мейлу не приходят. После вебинара, пожалуйста, по электронной почте пришлите мне свой адрес. Я постараюсь разобраться в этой истории и ответить, почему это происходит. Спасибо за вопрос. Экшн-игра. Возвращаемся к ней. Это так называемый спортивный квест. Если у вас мероприятия проходят не в стенах библиотеки, а, допустим, на улице, можно совмещать разгадывание разных головоломок, загадок с какими-то спортивными заданиями. Например, на скорость какие-то задания давать, попасть в цель или что-то другое. Такие мероприятия активно используются, например, в летних читальных залах, когда есть хорошая площадка и можно... Извините, пожалуйста, тут, по-моему, немножко пропало изображение и звук. Теперь все в порядке, надеюсь. Морфеус-квест – это что-то новенькое. В библиотеках, насколько я знаю, редкость такие мероприятия. Это квест, который проходит в воображении. Здесь даже не нужна какая-то специальная комната или место, где это все происходит. Нужна только соответствующая атмосфера. Здесь участвуют и ведущие, и специальные актеры, которые создают атмосферу. Как это делается? Игрокам завязываются глаза, и вот они в воображении этот квест проходят. Это что-то новое, интересное, с особым сценарием, с особой музыкальной, возможно, атмосферой. Поэтому новое слово в квестах. Можно и так попробовать. А что же у нас с библиотечной технологией? В основном библиотеки используют вот такие два варианта квеста. Квест по какой-то книге или книгам. Как правило, вырабатывается маршрут, остановки есть, есть определенный сценарий. Либо мы следуем вслед за книгой по следам литературных героев, либо каким-то образом этот квест связан с историями, которые в книжке рассказываются. И еще один вариант, когда библиотекари с читателями выходят на улицу и организовывают так называемый городской квест. И в интересной форме читатели узнают об истории города, ищут достопримечательности, разгадывают загадки, связанные с городом. Ну и подсказки, конечно, находят в кровеческой литературе. Потому что библиоквест обычно, традиционно, всегда связан с какими-нибудь книгами и является способом продвижения. Спасибо за электронную почту, я скопирую и вам ответ вышлю по электронке. Как проходят квесты в библиотеке? Ну, как правило, бывает в основе какая-то всегда идея или тема квеста. Детектив, например, какая-нибудь, споис сокровищ. Потом разрабатывается так называемая легенда, что нужно найти, приблизительно какой будет маршрут, по каким местам должны пройти игроки. Дальше составляется сценарий, прописываются все точки, по которым пройдут команды, все задания, которые они будут по ходу выполнять. Набираются участники, которые будут отвечать за каждую точку в этом маршруте. Либо игроки будут двигаться самостоятельно, либо есть так называемые навигаторы. Люди, которые стоят в нужных точках и подсказывают. Особенно это актуально, если у вас квест по городу. Тогда такие волонтеры просто необходимы. Ну и, собственно, если у нас в библиотеке, то нужно позаботиться о разных подсказках, которые можно запрятать по всей библиотеке, чтобы читатели их еще и находили, для того, чтобы правильно справиться с заданиями. Задания для квестов могут быть самые разнообразные, тут фантазия совершенно не ограничена ничем. Традиционно это интеллектуальные какие-то задания. Ответить на вопросы, викторины, ребусы, шифры и все что угодно. Дальше есть ориентировочные задания. Это, например, найти какую-то подсказку, место в книге, которая поможет. Найти, выстроить маршрут на карте и так далее. Технические задачи это, например, собрать что-то из чего-то. Ну, например, там из кусочков собрать пазл, письмо. Допустим, письмо в бутылке пришло, вот как у Жулия Верна, в детях капитана Гранта. И нужно из обрывочных фрагментов собрать письмо и догадаться, о чем там пишется. Какой-то макет можно собрать. В общем, тут тоже все что угодно можно придумать. Ну, спортивные из названия понятно. Там допрыгнуть до чего-то, попасть в цель. Там придумали для детских библиотек какие-то невидимые лучи, через которые надо проходить и так далее. Творческие задания это такие, которые требуют, наверное, больше всего времени. Команда, например, создает калаш, нарисует книжную обложку, сочиняет стихотворения. Как правило, такие задания дают уже в конце квеста, когда уже идет начисление баллов. Последнее задание самое сложное, самое творческое. Обычно вот так бывает. Как можно использовать информационные технологии? Понятно, что квесты можно, совершенно не затрагивая никакие ИКТ, проводить, используя традиционные варианты. Листы бумаги, маршруты, карты, книги и так далее. Кулинарные и дегустационные к какой категории относятся? Ну, если у вас есть какая-то, если вы в стенах библиотеки проводите, это связано с книгой, то литературный, наверное, я думаю, это у вас квест будет. Возвращаясь к ИКТ, что можно здесь использовать? Ну, если у вас мероприятие проходит в библиотеке, есть возможность использовать Wi-Fi, например, подключить компьютеры, то можно использовать различные мобильные технологии. У каждой команды наверняка есть один смартфон на всю команду. Это несложно сделать. И тогда можно часть викторин перевести в мобильный формат. То есть отвечать на вопросы участники будут с помощью смартфонов. Это внесет оживление такое и немножко разгрузит организаторов, поможет сосредоточиться на каких-то других точках маршрута. Ну, какие тут могут быть варианты? Самый простой сервис для создания мобильных викторин, на которые можно отвечать с помощью мобильных устройств, это Кахут. Самый успешный, самый интересный, ну, один из самых интересных, он предлагает возможность создать викторину с выбором правильного ответа. Правда, здесь уже появились несколько модифицированные варианты, например, оставить по порядку. Но вот викторина – самый беспроигрышный вариант. Здесь игрокам предлагается ответить с помощью мобильных устройств на вопрос, как это работает. На экран выводится вопрос. Вопрос делает заранее библиотекарь на своем компьютере. Вот форма для создания вопросов. Здесь все несложно. Вопросы, варианты ответа. Отмечаем галочкой «верный» или «неверный». Даем количество времени на ответ. И определяем количество баллов за каждый вопрос. Можно дополнить свой вопрос, например, картинкой или небольшим видеофрагментом. После этого игроки подключаются с помощью мобильных устройств к этой игре, а ее запускает библиотекарь на экране. Вот я скриншоты сделала. С левой стороны то, как выглядит ответ вопроса на экране, а с правой стороны смартфон участника. Он заходит в виртуальную комнату. Да, я могу выслать презентацию на электронный адрес, если вы его напишите или в чате, или мне по электронке пришлете. Да, без проблем. Вот так выглядит ответ на мобильном устройстве. Как видите, тут 4 варианта ответа, они обозначены цветом и геометрическими фигурками. В смартфоне команда совещается и выбирает нужный вариант ответа. В Кахуте есть два варианта. Индивидуальные, но в нашем случае нам пригодится командное соревнование. На команду нужен один смартфон, чтобы вот так поиграть. В течение 20 секунд надо быстро дать ответ на вопрос, например, или время устанавливает сам библиотекарь. Ну, а после этого на экран выводится рейтинг команд. Кто был первый и сколько баллов кому начислено. Все это происходит автоматически. Более того, вы можете настроить подачу вопросов тоже автоматом. То есть даже не управляя, просто запустив игру на экран, она будет у вас автоматически транслироваться. В папке ресурсы, которую можно открыть справа вверху, она такая серая папочка нарисована, если вы на нее нажмете, откроется папка ресурсы. Там можно вот эту презентацию сейчас скачать в течение вебинара. Это возможно, если вы с компьютера смотрите. Если с мобильного устройства, то работать эта функция не будет, но тогда уже после мероприятия на электронную почту буду рассылать, если кому-то не удастся это сделать. В итоге вот так вот выглядит итоговая таблица. То, что на экране слева, вот такой рейтинг появляется, правильный ответ указывается. Ну, а на мобильнике команды будет написано правильно, неправильное количество баллов. Все автоматом подсчитывается, и в итоге викторинный у нас получается рейтинг. Победители, призеры. Все их расставят по местам. Очень простой сервис. Единственное, что вот показать игру прямо не могу, только скриншотами, потому что надо зарегистрироваться, чтобы внутрь попасть этого сервиса и посмотреть. В сервисе есть огромное количество викторин на русском языке. Вы можете не свою придумать, а даже взять любую, которая вам понравится, и использовать ее на мероприятии. Второй вариант. Сервис Квизис. Это тоже похожий сервис для использования мобильных устройств. Техника работы та же самая. Заранее библиотекарь состоит в правом верхнем углу, а когда вы откроете ресурсы, будет зеленая стрелочка. Вот на нее нажимаете и скачиваете. Что у нас с Квизисом? Здесь тоже есть функция командных соревнований. Все участники делятся на несколько команд и отвечают на опросы с помощью мобильных устройств. Сейчас сервис с октября позапрошлого года стал русифицированным, и можно уже работать с русским языком. Поэтому проблем при создании викторины будет меньше. Вот конструктор перед вами на экране. Как выглядит окошко для конструкции таких викторин? То же самое. Пишем вопрос, варианты ответа, отмечаем правильный. И можно добавить еще картинку и определить время ответа на этот вопрос. Дальше сервис автоматом будет начислять определенное количество баллов. Как участники? Участники – тут история другая немножко, чем у Кахута. Но смысл в принципе тот же самый. Они по ссылке заходят в виртуальную комнату. Вы можете сейчас прямо это и проделать. Сейчас я вам ссылку дам в чат, и вы можете даже с компьютера, не обязательно с мобильника, вот по этой ссылке. Вы проходите. Дальше вводите код в виртуальную комнату. Сейчас код тоже вышлю. Можете прямо сейчас и попробовать, как это работает. Вот код. Нажимаете «Присоединиться к игле» – «Entergame». Затем вносите свое имя участника, любое, какое хотите. Нажимаете опять «Entergame» и дальше у вас откроется список вопросов для викторины. В отличие от Кахута, который список выдает для всех команд одинаковый на экран, то сервис Квизис выдает каждой команде на смартфон один и тот же список вопросов, но в разном порядке. И каждая команда в индивидуальном порядке с ним работает. Главное – определить время, в течение которого все должны на все вопросы ответить. По итогам за быстроту, за правильность сервис сам начислит баллы. И опять можно посмотреть рейтинг на экране, кто выиграл. Тоже очень удобный сервис, очень интересный. Ну и третий вариант. Если вам недостаточно вопроса просто с вариантами ответа, если вы хотите от команд получить какие-то более подробные ответы, то можно воспользоваться сервисом «Сократив». Это тоже самый сервис для создания игр с мобильными устройствами. Тоже игру вы создаете на компьютере, а отвечать будут участники со смартфонов. Тоже есть функция коллективной работы. Вот ссылка на нее. И номер виртуальной комнаты. Принцип такой же. Проходят команды по ссылке, заходят в виртуальную комнату, представляются и, например, вводят название команды. И дальше отвечают на вопросы. Вот конструктор для создания вопросов. Как видите, тоже все очень похоже. Вопрос, варианты ответов, правильные отмечаем. При этом можно добавить еще сколько угодно вариантов вопроса и прикрепить картинку. Можно вместо вариантов вопроса просто дать большое окошко, чтобы команда вписывала сама буковками ответ. Правда, в условиях, когда у вас идет на быстроту, может быть, это не очень актуально, но есть такая функция, вы можете использовать. Вот так выглядит окошко. Если вы сейчас про ссылки прошли, то у вас вот примерно что-то такое должно отобразиться. Номер виртуальной комнаты вводите, далее имя, название команды, присоединяйтесь к викторине, и викторина открывается. Она может быть не такая красочная, как предыдущая, но она тоже очень здорово работает с мобильными устройствами. И опять результаты вы можете вывести на экран, показать участникам. Сервис все сам сосчитает и всем начислят баллы как надо. Вот такие маленькие викторинки помогают оживить участников. По крайней мере, мы в библиотеке, когда я там работала, проводили много таких викторин, всегда с большим успехом. Так что советуются, правда, здорово работает. Ну, а если возвращаться к квесту, то, конечно, можно использовать самые разнообразные подсказки. Причем их так зашифровать, чтобы участники еще потрудились их найти. Подсказки можно шифровать где угодно и как угодно. На страницах книг, на полке стеллажа. Можно, если у вас есть возможности, в информационном зале работать. Можете какие-то сайты для поиска открыть для участников, чтобы они там нашли информацию. Ну, конечно, куда без электронного каталога. Можно в каталоге искать, допустим, какие-то книги. На выставке. Чаще всего именно как раз в выставках расположены подсказки. На какой-то странице книги. Все это зашифровывается, красиво обставляется сюжетно. И можно это все использовать. Если в детской библиотеке нет возможности подключиться к интернету, подсказки может выдавать сам библиотекарь. И тоже это все обыгрывается, например, за дополнительный балл. Если минус один, вы получаете подсказку. Минус два, получаете вторую подсказку. Ну, вот из новейших способов давать подсказки – это так называемые QR-коды. Сейчас покажу, что это такое. Может быть, вы слышали или даже использовали в библиотеках. QR-коды – очень распространенная вещь. Уже давно она работает. В 1994 году ее впервые придумали. Это QR-код по-другому «Быстрый отклик». Разработали его для того, чтобы сохранять большой объем информации в маленькой вот такой картиночке, которую считывает мобильное устройство. Единственное, что надо заранее на это мобильное устройство специальную программу для считывания закачать. И после этого вы можете эти QR-коды спокойно считывать с мобильного устройства. Просто свою камеру наводите, как обычно вы фотографируете, только вместо фотографии у вас мобильный считывает этот QR-код и ее расшифровывает. Как правило, в QR-код зашивают какую-то ссылку на информационный ресурс, например. Можно текстовую информацию, можно какие-то цифры. В общем, это просто кладезь для различных подсказок, которые можно делать на квестах. В библиотеках, кроме квестов и игр, QR-коды используют как указатели, как ссылки на скачивание книг, например, из электронного каталога. Можно как часть библиотечной выставки это использовать. Например, зашить сюда ссылку на какое-то видео. И у вас будет к выставке прикреплено еще какой-то видеоролик, трейлер, например. Ну и, конечно, реклама разнообразная на визитках, на сайтах, в блогах, в группах и так далее. QR-код занимает мало места и позволяет сделать очень многое. Как это работает в случае с квестами? Ну, во-первых, мы его создаем, этот QR-код. Есть специальные сайты. Вот я тут 5 штук нашла. Ну, при желании их можно найти и больше, это несложно. Вы заходите на сайт даже без регистрации, набираете информацию, которую хотите зашить в QR-код, а дальше генератор вам автоматически выдает нужный QR-код, какой хотите. Есть традиционные черненькие, есть цветные, разнообразные. Там вы сами выставляете цвет, какой хотите, чтобы разнообразить историю. А есть еще и динамические QR-коды, которые можно редактировать. Если у вас информация поменялась, вы квест как-то иначе выстроили, и вам ссорочно нужно подсказку поменять, то вот динамический код можно переделать. И заново тот же самый, не создавая новый, использовать. После того, как вы создали QR-код с какой-то подсказкой, вы ее на листочке можете распечатать, повесить, спрятать в книжке, где угодно. Участники, предварительно им, конечно, нужно установить на свое устройство какую-нибудь программу для считывания QR-кодов. Это делается очень быстро, они все бесплатные в основном. Я две тут на сайтах представила. Слева для айфонов, справа для устройств на андроиде. На команду можно скачать на какой-то один смартфон одну такую программу, и после этого ваши поиски за подсказками можно начинать. Далее даем направление, где искать подсказку. А вот эти вот ссылки, они все у меня в самой презентации сделаны. Так что вы эти ссылки можете совершенно спокойно открывать, скачав презентацию. Все ссылки рабочие, актуальны, можно так скачать. Ну и после этого начинается игра с подсказками. Самый распространенный QR-вариант, когда можно использовать, это в городских квестах. По городу, например. Участники получают маршрутный лист с подсказкой, считывают ее, а дальше движутся по маршруту, например, по городу, к какой-то определенной точке. Там их встречает навигатор, организатор, а может быть там на месте где-то спрятана подсказка, в каком-то зашифрованном месте. Они находят новый QR-код и после этого получают новый маршрут. Открывают новый сайт, новую информацию и дальше двигаются по точкам. Ну, на примере, чтобы не быть голословной, один из первых квестов, сделанных по QR-кодам, это было детективное расследование о Кладеистеньке Разина в Волгограде. Вся информация об этом квесте расположена на портале Вики Сибириада. Такая большая ссылка. Это вот все описание квеста и вся его технология создания, шаги. Там все очень подробно описано. Вы можете, если заинтересует, посмотреть и что-то подобное сделать. Смысл была детективная история, поиск сокровищ. Нужно было их найти. Это был основной сценарий. А дальше как это работало? Нужно было… Ну, во-первых, были команды, которые занимались этими поисками. Нужно было… Три команды. Нужно было с помощью QR-кодов вызвать так называемых свидетелей. Они были зашифрованы в QR-кодах. И прослушать первых трех свидетелей. Ну, поскольку у нас детективная история, у нас были следователи. Здесь. Три свидетеля давали показания. На основе этих показаний команда выбирала свой маршрут, куда двигаться. И шла по маршруту, используя Google карту. По ходу своего путешествия они должны были как-то доказывать, да, что они двигаются по маршруту. Поэтому они фотографировали свои передвижения, отмечали по пути в Твиттере точки на карте, где они были, указывали улицы, рассказывали о разных интересных объектах, которые по дороге встретились. В общем, тут можно придумать свою собственную историю. Наконец-то они приходили к какой-то определенной точке. Там получали новый QR-код, либо находили какую-то подсказку. Либо, может быть, они сразу нашли результат. Все было по-разному. Но в итоге они получали новую подсказку, новую точку, двигались дальше по маршруту. Либо возвращались назад, заслушивали показания еще трех свидетелей, если они ошиблись. Получали опять подсказку и шли по этим подсказкам с помощью QR-кодов дальше. В итоге должны были они найти зарытый с тенькой разином клад в Волгограде. Ну и благополучно на этом квест завершался. По итогам можно было сделать какую-то видеопрезентацию на основе фотографий, просто фотоколлажи и различные другие варианты отчетов. Такой вот вариант можно сделать и в качестве городского квеста, например. Другой вариант, сейчас еще один вам квест в чат положу. Там тоже эта технология, очень похожая, тоже с QR-кодами, решена немножко иначе. Вы можете, если захотите посмотреть, по ссылке пройти и познакомиться более подробно. Если немножко притормаживать, то это, скорее всего, связано со скоростью интернета. Можно попробовать закрыть какие-то лишние окна, может быть, какие-то оповещалки убрать. Они немножко затормаживают деятельность. Ну, это вот что касается QR-кодов. Тут тоже огромный простор для фантазии. Можно придумать сценарии любые, какие угодно. Еще вариант, можно аудиоквесты сделать. Такая платформа есть популярная, Easy Travel она называется. Она позволяет читателям тоже путешествовать, совершать квесты по городу с помощью вот этого вот приложения, которое нужно установить на мобильное устройство. Прелесть в том, что оно работает, даже если не подключен к интернету мобильный телефон. Это здорово, потому что так можно даже удобнее проводить квесты, не будучи привязанным к сети интернет и не разыскивая Wi-Fi, где бы к нему подключиться. Easy Travel – это сервис, который позволяет бесплатно создавать аудиогиды и квесты в том числе. Как это работает? В основе всегда какая-то озвученная история. Можно, например, сделать аудиогид по музею, по библиотеке. Но очень многие музеи сейчас как раз и занимаются тем, что создают такие аудиогиды. Если вы в каких-то центральных музеях увидите значок Easy Travel, то значит, что путешествия по музею, вы можете использовать это приложение, и вам аудиогид проведет такую экскурсию. Ну вот, например, по Третьяковской галерее такой аудиогид. Каким-то экспонатом, каким-то точкам на карте привязываются аудиоистории, и вы когда идете по городу, например, или по музею, приложение Easy Travel автоматически определяет ваше местоположение, и в нужный момент вам даже не надо нажимать кнопочку. Приложение, оно само включится, и вам расскажет по ходу вашего путешествия, нужную информацию вам выдаст. Вот такая интересная волшебная вещь Easy Travel. Так можно путешествовать не только по музею, но и по городу. По городу даже это будет интереснее, особенно если обследуете какой-нибудь не очень знакомый город. Как это применить с точки зрения квеста? Можно на основе аудиоистории создавать небольшие, да и не только небольшие, и большие, наверное, квесты можно создавать. Мы когда-то в свое время пытались сделать квест по местам произведения писателя, чье имя носила, носит наша библиотека, носила Николай Блинова. Имя в Мурманске известное, и он долго жил в городе, и вот по местам, описанным в его книгах, мы делали вот такой аудиоквест. Технология. Что нужно? Во-первых, нужно прописать точки на карте, на которых будут остановки нашего квеста. Они вот здесь на карте выделены кружочками серыми. Дальше. Нам нужно было между этими кружочками проложить маршрутную линию. Что, к чему и когда. Называлась эта маршрутная линия сегменты. Каждая точка – новый сегмент. Ну, вот слева видно. Сегмент 1, 2, 3, 4. 4 сегмента. Между ними прокладывается маршрут, в какой последовательности будет двигаться команда участников. Дальше. Между двумя сегментами можно сделать так называемую триггер-зону. Это тоже серая, только прямоугольная площадь, заштрихованная на карте. Что такое триггер-зона? Это площадка, когда Easy Travel определит местонахождение и включит аудиозапись. Это не чтобы участники просто в тишине шли к точке, а чтобы по ходу их путешествия звучала какая-то аудиоистория, и им параллельно рассказывали, например, какую-то интересную информацию об улице, по которой они идут, о достопримечательностях, которые здесь находятся. Дополнительно у вас квест получается не только поисковый, но еще и образовательный. Дополнительно какая-то информация. Кроме того, в этой информации вы можете зашифровать подсказки. Кто внимательно слушал, тот очень быстро ответит на вопросы. Итак, как работает квест? Команды открывают это приложение, и первая точка для квеста у них всегда открытая. Цифра 1. Они к ней устремляются, используя приложение, карту. И по ходу включается навигатор, рассказывает им какую-то историю с подсказками или без. Дальше, доходя до точки, участникам открывается редактор, редактор, а участники на смартфонах видят вопрос, на который нужно ответить. Как только они дошли до точки, открывается вопрос, иначе они пришли по адресу. И на этот вопрос нужно ответить, чтобы получить новую подсказку. Как создаются вопросы? Вот и редактор перед вами на экране. Сервис на русском языке, поэтому вопросы создавать тут несложно. Вверху текст. Этот текст может прозвучать. Вопрос вы можете озвучить, он будет звучащий. Либо вы можете его написать буквами. Но на смартфонах не очень удобно это делать, поэтому лучше озвучить, конечно. Перед вопросом можно пустить опять какую-то интересную информацию. То есть прослушал информацию, ответил на вопрос. Либо можно сразу, без информации, сразу вопрос. Внизу, сверху информация в окошечке. Вот. Внизу вопрос. Дальше. Аудио прикрепляется кнопочкой «Выбрать файл». А его заранее нужно записать на компьютере и прикрепить к этой точке на карте. После этого добавляйте вопрос, чтобы участники на него ответили и получили новую точку на карте. Смогли ее открыть. Здесь вопрос с выбором ответа. Несколько вариантов отмечаете правильно. Если нужно, даете какие-то комментарии к правильному ответу. А в качестве комментариев вы как раз выдаете новое ключевое слово или новую точку на карте, к которой нужно двигаться. Поэтому поле комментариев здесь как раз очень важно. Сразу надо сказать, что за каждый правильный ответ команде начисляются баллы. Но они не откроют новую точку, пока не дадут верный ответ на вопрос. Поэтому тут количество попыток будет столько же, сколько и вариантов ответа, наверное. Просто за каждую новую попытку количество баллов уменьшается. Ну и конечно по времени команда отвечает медленнее. Как только новая точка на карте открылась, участники продолжают движение. Ну и по ходу опять включается аудио история и все тоже продолжается уже с новым маршрутом. Вот таким образом работает приложение. Я вам две ссылки положу сейчас в чат. Но единственное, что вот эти все квесты, они будут работать только с мобильных устройств. Ссылки можно сами открыть на компьютере. А вот запустить квест могут только москвичи, поскольку это московские два квеста я вам ссылку дам. Ну и находясь с мобильным телефоном где-то на улицах Москвы посмотреть его. А для иногородних жителей здесь в самом сервисе очень много разных квестов создано. В том числе, может быть, вы найдете по своему родному городу квест, а может его сами создадите. И тогда уже реально на практике можно будет посмотреть, как это работает прямо на улице. Ну все, кто участвовал, с большим восторгом об этом вспоминают. Единственное, что технология здесь создания очень аккуратная и кропотливая. Самая большая сложность вот в этих триггер-зонах и точках квеста. Немножко сдвигаешь триггер-зону или точку квеста, могут исчезнуть вопросы, будут какие-то неполадки. Поэтому после того, как создаете квест, создатели этой платформы советуют самим со смартфоном сначала его пройти весь маршрут по местам, которые будет проходить команда. Все протестировать, а уже тогда запускать участников. По итогам прохождения этого квеста у каждой команды на смартфоне будет количество баллов, которые они набрали, и их результат. А они уже приходя на итоговую точку, где подводятся итоги, каждый со своим смартфоном представляет свои результаты. И после этого подводятся итоги квеста. Кто быстрее и больше баллов набрал. Вот так это работает. Еще вариант краеведческих квестов – это квесты с использованием так называемых мессенджеров. Две самые известные платформы мессенджеров – WhatsApp и Viber. Они позволяют создавать квесты по городу с режимом мгновенной обратной связи. Подсказки участники могут получать от организаторов через эти приложения. Для каждой команды достаточно одного смартфона, куда они будут получать новые подсказки, новые задания, их и выполнять. А свои варианты ответов, какие-то свои выполненные задания, они точно так же через WhatsApp или Viber отсылают. Мессенджеры имеют большие возможности. Здесь можно не только сообщения посылать, но и картинки, например, по ходу маршрута что-то сфотографировать, прислать. Отправить какие-то видео, файлы, аудио, даже вплоть до того, что и документы посылать таким образом. Ну, пример такого сценария, например, Крывический, тоже идем по городу, по разным достопримечательностям. В качестве остановок будут, например, здания города, банк, школа, детский сад, какие-то другие. И такие квесты реально создавать в небольших городах и поселках при наличии небольшого количества. Да даже двух достопримечательностей уже достаточно, чтобы маленький квест придумать. Но, как правило, этих точек на карте не бывает слишком много, потому что участники могут устать, особенно если у вас дети в качестве участников. Тут функция действует 7 плюс минус 2, то есть от 5 до 9 точек. Но 9 это уже, мне кажется, предел. Но обычно какие-то 5 точек на карте выбирают, 5-я, последняя, где подводят итоги. Вот в основном так городские квесты. Поэтому даже 2-3 достопримечательности в небольшом городе, я тоже живу не в очень большом, у нас тоже не очень много достопримечательностей, в основном все в центре. Но можно, почему нет, мне кажется, было бы желание. В любом городе найдутся какие-то интересные места, даже не обязательно они какие-то высокохудожественные, но с которыми связаны какие-то интересные истории, городские легенды и так далее. Можно ведь квест организовывать еще и по следам городских легенд, каких-то мифов, которых, думаю, в каждом городе достаточно. А как вот мессенджеры, например, здесь можно задействовать? Ну, например, в каждой остановке команда, как только доходит, она посылает по мессенджеру сообщение, что они на точку пришли, либо там их навигаторы встречают и в центр посылают сообщение, что команда прибыла на нужное место. Через мессенджеры они получают подсказки, вопросы, отвечают на них, отсылают ответы обратно, а в ответ им присылают новую точку на карте, куда они отправляются. Ну, например, они приходят на точку на карте, которая называется школа и выполняют какое-нибудь задание, связанное со школьной тематикой. Например, какие-нибудь викторины разгадывают, ребусы и так далее. Ну, вот пример, например, такой викторины. Сейчас пришлю вам в чат. Это им присылается по опять мессенджеру ссылка. Они эту ссылку открывают на смартфоне, там открывается вот такая вот викторинка с ребусами. Они всей командой совещаются, заполняют форму, вписывают нужное слово, угаданное, ну и отсылают обратно. Здесь завидевственно, если вы увидите Google форма, она позволяет моментально обрабатывать ответы участников. И организаторы не потратят много времени на оценку. Если будет несколько команд, то одновременно все ответы будут в табличке собраны, и организаторам будет удобнее просматривать. Как правило, на одну команду выделяется организатор, который координирует работу через мессенджер, посылает им новые задания, подсказки, регулирует их маршрут и так далее. По ходу ведь участники могут заполнять еще самые разнообразные задания, не только викторины. Например, окажутся они у почты, им нужно будет предложить какую-то почтовую открутку нарисовать там, допустим. Около детского сада они могут спеть какую-нибудь детскую песенку, записать на смартфон и отправить по WhatsApp. Допустим, снять какое-то видео, например, возле какого-то памятника, либо сфотографироваться возле этой достопримечательности. Все это идет как доказательство того, что участники путешествуют и выполняют задания квеста. После этого правильного выполнения задания они могут получать какие-то ключевые слова, ключи. Например, они могут присылать фрагменты QR-кода, которые они могут потом собрать все вместе и прочитать какую-то важную информацию. Либо какие-то кодовые слова. В конце они из этих кодовых слов будут собирать высказывания и тоже догадываться, что имелось в виду. Вариантов тут может быть много. Вот таким образом работать могут тут и мессенджеры тоже. Еще один интересный сервис. Называется он VOLA.me. Очень необычный сервис в том смысле, что он тоже использует мобильные устройства и тоже помогает организовывать квесты. Правда, пока такого удачного опыта я еще не видела, но мне кажется, что все впереди. Сервис совсем новый. Ссылку я вам сейчас дам на тестирование этого сервиса. Делала его Марина Курвиц. Как это все работает? Вы устанавливаете приложение на свой смартфон. Это приложение позволяет создавать так называемую дополненную реальность. Вы на какой-то глухой стене. Это может быть забор, стена дома, какая-то любая вертикальная, горизонтальная поверхность. Вы с помощью этого приложения, наведя камеру на эту стену, рисуете, либо пишете какую-нибудь надпись. Как здесь на скриншотах, кружочками, стрелочками. Можете что-то даже нарисовать. Если у вас, допустим, на планшете есть возможность порисовать, почему нет. Причем эту надпись могут только видеть те, у кого это приложение установлено на телефоне. То есть она как бы невидимая, но существует в режиме этого приложения. Поэтому и называется дополненная реальность. Что делают участники? Вы даете им подсказку, наводку. Они со своим смартфоном, где установлено это приложение, ходят по местам и ищут эти подсказки. Наводят камеры на разные предметы и пытаются найти вашу зашифрованную информацию. Там вы можете зашифровать либо слово какое-то кодовое, либо картинку какую-нибудь. То есть их задача найти эту картинку, считать ее с помощью телефона и расшифровать. Она им дает подсказку к новому этапу перейти. И вот так, переходя от этапа к этапу, они могут двигаться к квестам. Вы можете весь квест устроить с помощью волами, можете какой-то определенный этап так зашифровать. Но, в общем, мне кажется, это интересная идея, можно ее попробовать. Тем более, это что-то очень новенькое и необычненькое. Поэтому можно попробовать, мне кажется, это будет интересно. Ну и, наконец, еще один вариант квеста. Если вы не вживую его проводите с командами, а хотите, например, дистанционный квест устроить для читателей своего сайта, блога, для читателей, которые удалены от вас, но которые тоже бы хотели что-нибудь такое интересное поразгадывать. Почему нет? Тогда можно придумать веб-квест, используя различные информационные ресурсы интернета. Задача все та же самая. Участники, читатели работают с какой-то страницей в сети, это может быть страница сайта вашего библиотечного, либо специально блог под это дело создать, либо сайт проекта. На этой страничке собраны все задания, информационные ресурсы, которые помогут ответить на задания, различные полезные ссылки. Вы можете определить время для прохождения веб-квеста. Можно, например, на один день его открыть, чтобы все быстренько поучаствовали, либо традиционно несколько дней или несколько недель дается на выполнение всех заданий. Игроки могут участвовать и поодиночке, а могут и командами участвовать. Все зависит от того, что вы придумаете. Веб-квесты могут быть самые разнообразные. Задания в них тоже бесконечно разные. Но здесь более творческие задания, наверное, лучше, потому что веб-квест не ограничен в основном по времени, так уж сильно, как обычный живой квест. Поэтому здесь можно развернуться во всю мощь творчества. Можно предложить задания фанфикшен. То есть, например, сочинять какие-то литературные произведения по мотивам известных книг, фанфики так называемые. Либо можно создавать экранизации, снимать презентации, какие-то плакаты рисовать по материалам книг. Второй вариант – это компиляция, создание каких-то информационных продуктов из разных источников информации. Вы можете предложить одно из заданий, создать ленту времени, если, конечно, участники умеют это делать, ленту времени, разработать какой-то маршрут по карте, что-то другое интересное создать. Третий вариант – это аналитический поиск информации, ее анализ. Например, можно рисовать инфографики, создавать презентации. Дальше, традиционно, какие-то детективы, головоломки, разгадывание таинственных задач могут быть. Ну и еще новенькое журналистское расследование. Исследование разных фактов, мнений и так далее. Тоже как вариант задания может быть. Главное, конечно, в квесте – это придумывать какую-то историю, сюжет, чтобы участникам было интересно, они могли бы попробовать себя в новой роли. Сразу сказать, какие условия этого квеста, как начисляются баллы, чтобы все это было прозрачно, дать какие-то руководства к действию, спрятать хорошо подсказки, если они есть, описать саму процедуру, ну и придумать, как подводить итоги такого дистанционного квеста. Как правило, в качестве платформы для квестов здесь используют прежде всего Google сайты. Это простой инструмент, во-первых, он не требует слишком много времени для освоения, вы можете очень быстро создать сайт такого проекта, квеста. А во-вторых, Google сайт позволяет добавлять сюда очень много элементов. Тут и карты, и видео с YouTube можно добавить, документы, Google формы, анкеты, любые встраиваемые объекты по коду можно добавить, например, ленты времени, какие-то инфографики и так далее. Поэтому чаще всего как раз для веб-квестов используют именно такой формат. На примере одного веб-квеста вам расскажу о том, как это можно сделать. Сейчас ссылку положу, чтобы вам было интереснее посмотреть, как это на самом деле. Веб-квест назывался «Последам капитана Гранта». Приключенческая литература – традиционный вариант как раз для создания различных квестов. Ну, вот задача была такая – разгадать зашифрованные задания. Для того, чтобы получить задание, нужно было ударить в рынду. Нажать на эту картинку с изображением рынды, и тогда открывалось зашифрованное задание, которое нужно было выполнить. Задание представляло собой вот такой вариант. Оно было представлено в сервисе LearningsApp. Здесь открывался, например, вот такой ребус. Нужно было его разгадать, записать слово правильно. А затем, после того, как вы запишите правильное слово, вам открывалась ссылка для перехода на первый этап квеста. Вот такая. Вы на ней переходите, вам открывается первый этап квеста, и вы начинаете его проходить. И так каждый участник делал. Тут все очень несложно. Сначала создаем Google сайт, размещаем стартовые задания, придумываем эти задания, даем на конечном этапе ссылку на новый уровень. И так вот от точки к точке у нас будут двигаться. Команда попадает на новый этап, опять ударяет в рынду, получает какие-то подсказки. Они могут быть и в текстовом формате, и в видео формате, в каком угодно. Опять отвечают на вопросы викторины. И могут они получать, например, какие-то ключевые слова по итогу. Это ключевое слово нужно вписать в специальную табличку, чтобы вам его засчитали. Например, ключевое слово «поганель» надо было вписать. И все команды, которые успешно справились с ключевым словом, получали доступ на новый уровень. И квест продолжался и так далее. Такой квест можно задействовать в течение нескольких дней, или, может быть, недель, чтобы участники попробовали его пройти. Как это делается? Кроме Google сайта, задание находится на Learning App. Просто Google сайт дает ссылки на них. Нажимая на эту самую рынду, вы получаете ссылку на Learning App, открываете задание с этого сервиса, а дальше на него отвечаете. В конце, после того, как вы ответили на задание правильно, вам дают ссылку на новый этап. Этот новый этап опять на Google сайт у вас возвращает. И вы там опять читаете какую-то полезную информацию, опять бьете в рынду и опять возвращаетесь в Learning App. Вот так. Попеременно то туда, то сюда получается. Интернет квест реальный попробовать я вам ссылочку дала. Можете попробовать, там все работает. Вот как раз конкретно этот можно попробовать. Как создавать задания в Learning App? Очень много инструкций. Вот я ссылку на инструкцию тоже прикрепила. Там единственное, на что хочу обратить внимание, заданий там действительно много. Всяких разнообразных. Не только викторины. Можно и пазлы собирать, и какие-то видеовикторины делать, и игру «Ктос хочет стать миллионером». Там более 20 шаблонов для игр. Они все на русском языке. Это здорово. К каждому вопросу вы можете и тексты прикреплять, и картинки, и аудио, и видео. Самое интересное, что после того, как вы создадите квест, вам обязательно нужно куда-то вписать ключевое слово, либо ссылку. Она вписывается в раздел «Обратная связь». Это специальное поле. В случае правильного ответа, если все решено верно, высвечивается ключевое слово или ссылка на новый уровень. Вот сюда вы ее вписываете и сохраняете. Вот так у вас участники от этапа к этапу отвечают на вопросы. А ключевые слова, куда посылать, можно придумать на сайте Google-форум. Как участвовать в возрасте участников? Вы можете, например, в положении о вашей викторине, о вашем квесте прописать возраст участников, которые должны в этом участвовать. Вы, конечно, не можете тут проследить, вот точно им стой колец, сколько они написали, но понадеяться на честность участников, например. Либо это могут быть ваши реальные читатели библиотечные, вы их просто адресуете на интернет-сайт, и сделать можно это даже в стенах библиотеки. Если у вас есть информационный зал, то можете прямо вот в стенах библиотеки это провести. Каждый участник у вас за отдельным компьютером будет проходить, кто быстрее пройдет, тот молодец, получает главный приз. А ключевые слова можно отправлять с помощью Google-форума, тоже знакомая история. Она тоже очень простая. Вы просто, имея аккаунт Google, можете ее создать в 2-3 клика. Пишите вопрос, варианты ответов, вы можете картинки прикреплять, видео к вашим вариантам. Вопросы могут быть необязательны из вариантов, можно какое-то пустое поле добавить и там внутри прописывать, чтобы участники прописывали ответы. Google-форума здоровская штука, потому что она позволяет систематизировать все ответы. Если у вас много участников, вы за каждым не успеваете проследить, а все ответы будут сохраняться во вкладке ответы. Вы ее нажимаете и там все участники у вас будут прописаны, вы узнаете, кто как ответил. Главное не забыть им написать, чтобы они представились, себя назвали, чтобы у нас не было анонимных анкет. И вот таким образом вы от них получаете обратную связь. Они прислают вам ключевое слово, вы смотрите, если правильно или нет, даете им новую ссылку. Вот таким образом это все работает. Еще один квест мне понравился, я его случайно нашла в интернете. В принципе, он построен практически по тому же образцу, тоже Google сайт, тоже Learning App. Немножко другой сценарий, посвящен он сказкам. Вы можете тоже попробовать, посмотреть. Этот квест уже был пройден в начале этого года. Это как раз проект для учащихся детского возраста, 4-6 классов, для педагогов и родителей. Здесь уже все этапы выложены, этого квеста. Вы можете тоже попутешествовать, посмотреть, как это сделано и как это сделано красиво на платформе Google сайт. Здорово получается. Потом к этому проекту ведь можно еще и возвращаться неоднократно. Просто обновить информацию и вновь этот квест запускать. Например, какой-нибудь знаменательной дате. Ну и если очень хочется, но пока нет возможности осваивать какие-то большие технологии, можно минимумом средств обойтись. Например, сделать игру с элементами квеста с помощью PowerPoint. На прошлом вебинаре я рассказывала о возможностях PowerPoint. Еще раз замечу, что возможностей здесь много. И самая одна из основных возможностей – это возможность сделать гиперссылки, навигацию внутри слайдов. Вот на этом и основана эта игра. Как это работает? Вот я ссылку вам дала на эту игру. Это небольшой веб-квест по творчеству Карамзина, о жизни и творчестве Карамзина. Это викторина с вариантами ответа. Отвечая на вопросы, если вы ответили на них верно, вы получаете подсказку, ключевое слово. Пройдя всю викторину, вы получаете какой-то набор из ключевых слов, а на последнем этапе из них нужно создать общее высказывание. Для этого проходите по ссылке. Вот она внизу там. Эта ссылка опять на Ленин Сайп ведет. Там можно создать такой конструктор из слов «создавать». Вот, например, вы ответили правильно, получили вот такой слайд. Там ключевое слово «векам». Вы его куда-нибудь записываете, запоминайте, идете дальше. Стрелочки обратной навигации назад и вперед помогают вам внутри слайдов ориентироваться. Это такой индивидуальный квест для одного участника, ну, или небольшой команды, которые за одним компьютером могут разместиться. Вот таким образом они могут проверить свои знания и заодно собрать какое-нибудь слово или высказывание из ключевых слов и букв. Вот это тот самый конструктор, где нужно эти высказывания собирать. Как видите, у них будет шесть различных слов, вот из которых можно будет потом соорудить какое-нибудь высказывание. А как делается навигация? Как вот это все работает? Вы даете вопрос, два варианта ответа. И создаете два слайда. Один слайд для вопросов, если ответ неверный, там так и пишется, ответ неправильный, попробую еще. Либо слайд, где ответ верный. Ответ верный, а рядом ключевое слово написано. А дальше вам нужно всего лишь настроить навигацию между этими слайдами. Вы выбираете надпись, например, ответ с правильным ответом. И делаете так. Правой клавишей мыши нажимаете на этот текст. И из контекстового меню выбираете гиперссылка. Открывается вот такое вот окошечко. И вы эту гиперссылку прикрепляете к месту в документе. Синеньким выделено. Например, к слайду номер 20 вы решили его прикрепить. Сбоку изображение этого слайда, чтобы вы не ошибились, прикрепили туда, куда надо. Все, нажимаете ОК. После этого, если участник нажимает на эту кнопку, он автоматически перенаправляется на нужный слайд. Точно так же вы можете кнопочкам приделывать навигацию на нужные слайды туда и обратно. Чтобы участник мог вернуться назад, если неправильно ответил, и еще раз попробовать. Так внутри вы устанавливаете с помощью гиперссылок навигацию между слайдами. И можно маленькую интерактивную квест-викторину вот так создать. И еще один вариант. Можно использовать технологии интерактивных плакатов. Я думаю, вы знакомы с такой возможностью. Есть сервисы для создания так называемых интерактивных изображений или интерактивных плакатов. Один из сервисов называется Genially для создания таких интерактивных плакатов. Что в нем интересного? Во-первых, он бесплатный, и вы можете неограниченное количество таких плакатиков создать. Сюда вы можете загрузить какую-нибудь карту маршрута. Когда-то была у них даже такая карта пиратских сокровищ, даже целый шаблон был. К сожалению, сейчас он уже недоступен в бесплатном формате, и это очень жаль. Я только один скриншот нашла. Но по этому образцу вы можете совершенно спокойно нарисовать свою любую карту, какую захотите. Вот примерный образец. На этой карте вы потом с помощью сервиса наносите так называемые горячие точки, метки, которые будут обозначать этапы вашего маршрута. Их можно пронумеровать. Шаг 1, шаг 2, шаг 3, шаг 4 и так далее. Дальше. Каждой из этих меток вы прикрепляете какое-нибудь изображение, либо задание, либо информацию с подсказками, а потом задание. Вот окошечко, например. Выбираете метку. Открывается вот такое окно. Сюда вы можете, например, внести текст. Если хотите сразу задание, то можно по ссылке добавить задание. На тот же самый Ленинс Эпп, какую-нибудь викторину сюда прикрепить, к этой метке. Здесь большое количество изображений поверх картинок. Вы можете какие-то смешные картинки еще добавить. Тоже большая часть здесь бесплатного. Все это еще можно заанимировать. Здесь все двигается, переливается, мигает всеми цветами радуги. Двигается. Они могут у вас, эти метки, выплывать, исчезать и так далее. Вот таким образом это вы все сохраняете. Несколько меток. Это квест такой для внутреннего пользования. То есть вы можете разместить у себя его на сайте или в блоге, библиотеке. И участники могут сами путешествовать по вашей карте и сами себя проверять, отвечая на вопросы. Одновременно узнавая что-то новое. Вот такой интересный маршрут можно сделать. Я пока, правда, такой вариант не сделала, но теоретически он доступен. И можно это сделать несложно. Бесплатно, к тому же. И последнее, о чем я хотела рассказать, это вот моя недавняя находка. Буквально несколько дней назад тоже случайно в интернете нашла. Мне понравилось. Предлагаю на веселой ночи закончить наше мероприятие. Вот квест, пожалуйста. Он на русском языке. Ой, что-то он как-то ссылка неправильно ушла. Сейчас попробую. Не знаю, откроется она или нет. Если ее сейчас скопировать из чата и вставить. В чате это точно, наверное, не откроется. Жалко. Сейчас я попробую в браузере. Она открывается или нет. Нет, не открывается. Сейчас я еще раз тогда продублирую. Жалко. Ссылку. Сейчас. Сервис называется LUNIS. Он на русском языке. Для создания небольших квестов анимированных. Давайте вот так попробуем. Вот так открывается. Все отлично. Можете попробовать сейчас это сделать. Буквально там несколько минут. Квестик очень простенький. Сделан он с помощью анимации на русском языке сервис. Вы просто регистрируетесь в нем для начала. Дальше вы получаете макет вашего квеста комната. Этот сервис позволяет делать квесты на основе Escape Room. То есть выйди из комнаты. Найди правильный ответ и получи выход из комнаты. Разблокируй дверь. Подсказки есть. Разные волшебные предметы, которые помогают ответить на вопросы. Вы выбираете нужный шаблон. Я выбрала шаблон с пятью заданиями. Каждое задание нужно сохранить в виде картинки. То есть вы, например, на слайдах презентации PowerPoint пишите задание. Оформляете его с картинками, с какими-то другими изображениями. Сохраняете как картинку и загружаете. Перетащите файлы для загрузки. Сюда, как картинки, вы их загружаете. Получилось, что у меня пять заданий. Каждое задание – это какая-то цифра, ответ на него. Если вы эти цифры соберете, одну за другой в нужном порядке, то получите код от двери. Там задание из русской литературы, из классических произведений сказочных. Если вы сейчас попробуете, то можете открыть дверь. Как только дверь откроется, то значит квест пройден. Такой маленький квест, он больше, конечно, развлекательный, чем образовательный. Но, тем не менее, можно попробовать предложить читателям. Вставка в блог в сайт, насколько я поняла, пока здесь не работает. Но вы можете ссылкой делиться с читателями. Либо можете прямо на мероприятиях на компьютерах показать, чтобы читатели сами нашли ответы на вопросы. Сервис на русском языке очень интересный. К тому же, там сейчас есть и функция создания викторин тоже. Так что можно его попробовать. Мне он понравился. Но это, наверное, все, что я знаю о квестах, все, что смогла собрать информацию. Вот адрес электронной почты. Если у кого-то возникнут вопросы, какие-то предложения, пожелания, пишите. Буду рада. Адреса все те же, и группа, и блог, где я пишу, стараюсь писать про информационные технологии. Спасибо вам большое за то, что были сегодня. Если каких-то вопросов сейчас прямо вот нет, то благодарю вас, что в этом году вы были со мной, что приходили. Спасибо вам большое. Приходите еще уже в следующем году. С Новым годом вас. Всего хорошего и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...